Девушки отдыхают Оттачивая свои умения с шеф-поваром Далласом Ором и командой Сиксти Меня зовут Джастин Банелло Последние несколько лет я готовил и путешествовал Мы посетили самые удаленные Прекрасные уголки Африки Пришла пора поднять свой уровень Заменить кастрюлю пойки пароваркой А костер духовкой Как? В ближайшие три месяца, несколько дней в неделю Я буду проводить в одном из 13 лучших и любимейших ресторанов Южноафриканской республики Я буду учиться, чтобы стать лучшим поваром Приготовлено в Африке Это Тейбл Бэй Пятизвездочный отель на южной оконечности Африки Он известен как лучший адрес в Кейптауне Здесь 329 номеров Отель может принимать до 600 гостей О которых заботится более 500 человек персонала Здесь 4 кухни, которые способны удовлетворить любое гастрономическое желание Этим занимается 60 человек В ближайшие дни я буду работать здесь Совершенствуясь в обществе исполнительного шеф-повара Далласа Ора и его команды День первый, Тейбл Бэй Думаю, мне, опять же, удастся приобрести здесь бесценный опыт Кейптаун Исполнительный шеф-повар Даллас Ор Добро пожаловать на главную кухню Позволь, я тебе дам куртку, а потом, если пожелаешь, все тебе покажу А я не боюсь Я не собирался тебя подставлять Мы так не делаем Пойдем? Да, идем Я уже начал замечать, что это самодостаточный город У нас есть все, скоро ты все увидишь Хорошо, сейчас мы зайдем в ресторан Вуаля Боже мой Здесь большой выбор злаков, орехов, сухофруктов У нас есть даже йогурты Свежие бананы, абрикосы, ягоды и так далее Джемы, консервы, приправы Дальше хлебный отдел Так много всего У нас 14 емкостей с подогревом Яйца пашот, омлеты, свинина, говядина, курица, сосиски Огромный выбор фруктов Какие-то в белом вине, какие-то в красном А это дыня в мятном сиропе Мы стараемся угодить Правда, это прекрасно Будешь приходить каждое утро, и все будет мало А сейчас ты направляешься в машинный зал? Точно, на сегодня это твое поле деятельности Сегодня мы покажем тебе, как можно взять простой омлет И превратить его в гурманское блюдо Хорошо? Надо разделить яйцо Мне нужны белки и нужны желтки Омлет с эссенцией, трюфелей и медальонами из рака Приготовим соус холландес Да просто упаренный уксус с лавровым листом и перцем-горошком Немного Туда попал яичный белок? Да нет же Нет, я вижу С яичным белком ничего не выйдет Придется начать с самого начала Прости, приятель Я дам тебе другую сковородку Я готов себя проклясть Нет проблем, здесь мне нужны только яичные желтки Наливаем желтки А теперь поставь это над водой И начинай взбивать Желтки будут медленно сворачиваться Но мы добавили сюда уксус, так что омлета не будет Спасибо, что уделил время Ты же знаешь, я повар из Буша Всему придется учить Возможно, ты покажешь мне, как готовить пиццу в мусорном баке Видишь, по краю получается омлет Киню несколько кубиков льда Посмотри, удастся ли исправить Это все, хватит мешать Опять? Да Да, я такой первый день Я не сдамся Даже истекая кровью Теперь ты знаешь Как не делают холландес В этот раз должно получиться Думаю, в этот момент я осознал, как мало знаю о некоторых вещах Но именно поэтому я здесь Первый раз всегда несколько отрезвляет Но я сразу заметил разницу Надо быстро добавить сюда немного соли и перца Продолжай мешать Холландес совсем непросто приготовить Многие не умеют Спасибо Вот это твой рак Давай им займемся Его нужно раскрыть Немного обришь края Отлично, готово Мясо надо нарезать И выложить в омлет? Все верно Остальное режем под углом Я хочу, чтобы ты попытался сделать корону Выложим одной лопаточкой на омлет Ясно Я так волнуюсь Когда Даллас говорит, сделай корону, что это значит? Думаю, это корона Не знаю Вот так Верно Затем добавим топленого масла Лимонный сок, чтобы добавить свежести А затем медленно нагреваем Сейчас мы быстро переключимся на нашу яичницу Сюда надо добавить немного сливок Так омлет будет вкуснее К счастью, я готовлю это не на заказ К этому моменту клиент уже ушел бы Ну да Каплю, две капли, понюхай Теперь сервируем Клади яйцо в кольцо Сними кольцо Все готово Даллас, ты научил меня множеству новых вещей Вот так можно превратить обычный омлет в пятизвездочный омлет Блестяще Судя по первому впечатлению, это что-то совершенно иное Я не из этой среды, для меня здесь нет места Но мне кажется, я обязательно узнаю, как интегрироваться в эту систему Это потрясающе, никогда не видел ничего подобного Это не то, что готовить на пляже для двадцати приятелей Здесь гость король Им все подают вовремя, о них заботятся, относятся с вниманием, достойным королей и королев Хорошо, сегодня готовим ножку ягненка Это будет твое блюдо Если испортишь, придется платить Кроме того, я приду, когда ты не ждешь А сейчас ты приготовишь прекрасный соус с кримини и мерпуа Понятия не имею, что такое мерпуа Даллас, когда ты смотришь из-за плеча, я нервничаю Это моя работа Продолжай резать Сколько времени он на тех часах? Без двадцати четыре К четырем часам ножка должна быть обжарена и готова к паровой бане Тебе нужно просто положить сюда ножку ягненка и подрумянить ее Четыре часа, у тебя еще многое не сделано Первый срок прошел, придется нагонять Сейчас мы поджарим мерпуа На данном этапе выкладываем мерпуа к ножке ягненка Чувствуешь, какой запах у этого пара? Добавим портвейн Я беру куриный бульон Большинство людей используют ягнячий или говяжий бульон Положим фольгу в два слоя Сейчас мы поставим ножки в духовку А потом быстро пройдем на кухню сотрудников и приготовим салат из замороженного винограда и горгонзолы Мне начинает казаться, что я наконец нашел свое место Почти У нас есть салат, который готовят из винограда и горгонзолы Можно взять замороженный виноград В первую очередь нужно почистить виноград Шесть штук на порцию Виноград уже ждет тебя в морозилке Это было не нужно Нарезанный шалот Гастральное Винный уксус И сахар Вот и готово Я хочу, чтобы ты сервировал салат Вот как это готовится Он был замаринован с апельсином, лаймом и прочим Постарайся, чтобы салат выглядел вот так Я кладу в этот салатник Салат-латук Сбрызнем его оливковым маслом А затем возьми листья и постарайся сложить башню Пойдем со мной Сейчас закончим с соусом Добавим чуть-чуть сливочного масла Это наш соус Мы польем этим соусом край тарелки Полей все, что тут есть, с ложки Похоже, мы это съедим сейчас Ладно, пробуем Нет слов Вот и все на сегодня На завтра забронирован весь ресторан Ты займешься сервировкой обеда А еще в половине шестого начнешь С Киганом делать тесто Завтра у тебя 18-часовой рабочий день Не надо недооценивать то, с чем столкнешься в ресторане завтра Хорошо, выспись До завтра Приготовлено в Африке День второй Тейблбэй Сейчас половина шестого утра, день второй Скоро я начну работать с кондитером Киганом Меня ждет 18-часовой рабочий день Но в данном случае Предупрежден не значит вооружен Что ж, пора идти Доброе утро Доброе, как ты? Устал, но силен как бык Киган МакЛиот, кондитер Хорошо, сегодня мы приготовим Сакер-торт Какой торт? Сакер-торт Это немецкий торт на шоколадной основе А потом начиним морковный торт Мы уже сделали морковные коржи Классический сакер-торт состоит из двух частей Яичные желтки Надо отделить от белков А затем взбить их с сахаром Только яичные желтки и сахар Их надо взбивать, пока смесь не посветлеет И горький шоколад Каллебо Принеси сюда Как немец, смотрите А затем масло Да, в микроволновку на 20 секунд Все это растопилось Отлично Вон там тертый миндаль Какао-порошок вот здесь А здесь у нас бумага Все это нужно просеять Какао-порошок вместе с мукой Избавимся от комков Здесь только сухие компоненты Глестяще Насыпай миндаль Немного перемешаем Можно убрать желтки и заняться белками Один я сделаю А ты сделай второй Перекручиваем Белки надо взбить Сначала пусть поднимутся А потом добавим сахар А я бы сразу добавил сахар Тогда не произойдет аэрации Перемешай их этим венчиком Яичные желтки в белки Осторожно замешиваем Не спеши Спасибо, Киган Ты знаешь, меня никто никогда не учил Это ганаш-шоколад Со сливочным маслом Раздели смесь поровну Осторожно Мы идем у вас за спиной с тортом Ставь в духовку Отлично А сейчас мы сделаем морковные торты К чаю на всю неделю Сначала срезаем верх И разрезаем на коржи Вот так, правильно Твой бисквит пригорает Время идет Сейчас все будет Я понимаю, о чем ты Твой бисквит здесь Не волнуйся Я говорю, несем горячее Прекрасно Морковный торт Американский сливочный сыр Сахарная пудра И сливки Слегка согни Хорошо чуть сгибаем Чтобы вошел Мы просто развели этот сливочный сыр В салатнике И распределяем Кладем второй корж Через минуту Сможешь сделать сам Сможешь? Я постараюсь Не трать много времени Сразу делай как надо И переходи к следующему Хорошо Вот так Быстро учишься Молодец Прекрасно Это все Спасибо Сакер торт Он немного выпуклый Нам надо положить Все в одно кольцо В конечном итоге Должно получиться вот так Теперь выкладываем абрикосовый джем Наливаем ром На плиту Пусть это все закипит Горький шоколад Шоколад нужно нарезать Достаем из холодильника Литр сливок Сдвигаем руками Давай посмотрим Как там джем Да, это готово Эту смесь надо разделить Наливаем ложкой На все коржи Хорошо Проверим Как там ганаш Выкладываем ганаш На этот торт Это прекрасно Это словно поэзия в движении Ты мастер Потрясающе Я изумлен Поражен и совершенно Наш арашен Это все Правда Торт осталось только украсить Возможно мы украсим его Этими Здесь будет обжаренный миндаль Возьми и держи Клади на стол и снимай бумагу Распределяй по поверхности Вот так Совсем непросто, правда? Довольно сложно Прекрасно Постучим, чтобы упало лишнее Разметим, куда класть крем Слегка припудри руки Слегка надавливая Делаем колбаску Не волнуйся Морковки у всех Получаются разными Катаем вот так Сэр, вы этим довольны? Конечно А сейчас мы приготовим Моё Моё фирменное блюдо Дуэт из ягненка Это комбинация двух кусков Лопатки и филея Это наше блюдо на сегодня Сначала куски нужно приправить А потом Ты их пожаришь, чтобы получились Среднепрожаренные стейки С двух сторон А затем Снимем со сковороды Добавим сюда тимьян Я уже смазал маслом цукини Не забывай главное Чтобы это оказалось Внутри пирожка Нам понадобится вот это Выкладываем Ложкой Когда положим Всё закрываем Я хочу нагреть его Прямо здесь На этом месте На этом месте И Нагреваем Стучим и сдвигаем Вот сюда Сейчас вы надо мной смеётесь Посмотрите Настоящие профессионалы Из кухни надо мной смеются Ладно Мне и самому смешно Попробуй ещё раз Это так должно выглядеть? Нет? Нет Вот наш маленький секрет Постучи по тарелке И сдвигай А теперь положи сюда пирожок Да, шеф А теперь снимаем кольцо Это замаринованный В бренде чернослив Принеси другую сковородку Она наверху Внутри ты найдёшь Эдамаме Я приготовил соус Я называю его Монте Кладём кусочки ягнёнка рядом И прислоняем к пирожку Польём мясо соусом Это моё фирменное блюдо Для ресторана Спасибо, шеф Нет проблем Что тут скажешь? Это конец второго дня Я сломлен Я проникся Большим уважением Ко всем, кто тут работает Я пришёл сюда В половине шестого утра Шеф-повара Далласа И Киган уже были здесь Они так делают каждый день Меня ждёт ещё один день В отеле Тейблбэй У меня нет сомнений Что завтрашний вечер Будет несравненным Вот и всё Увидимся утром Приготовлено в Африке День третий Тейблбэй Мы кое-что для тебя приготовили Почётный шеф-повар Мистер Джастин Банелло Мы хотим подарить тебе Эту куртку От лица команды Шеф-повара Это в знак признательности За то время, которое ты с нами провёл Надеюсь, ты будешь о нас вспоминать Большое спасибо Сегодня тебя ждёт нечто особенное Ты приписан к кулинарной станции На кону твой финальный чек Большое спасибо Давайте постараемся Пусть репутация Тейблбэй Останется высокой Закончим на хорошей ноте Спасибо Сегодня тебе будет жарко В последние два дня Они были ко мне добры Мне здесь всё показали и рассказали А теперь меня определили на станцию Я должен сервировать два блюда Равиоли с лангустами И отварную рыбу с гороховым ризотто Интересно, я справлюсь? Парни, быстро и энергично начали Закуски Мне надо два супа Мне нужно два супа Две закуски, порция картофельного супа Порция мидий Основное блюдо Два среднепрожаренных дуэта из ягнёнка Один салат со стручковой фасолью Откуда мне взять равиоли? Кажется, их готовит Элис, да? Две равиоли? Да, шеф? Две порции равиоли Мне нужны две порции Посмотри, что ты сделал Сервируй, быстрее, быстрее Надо выносить блюдо Поторопитесь Клади соус, быстрее Это блюдо вверх ногами Лучше бы вверх ногами был ты, а не еда Как дела, Джастин? Отлично Кладём и несём Две равиоли Не заставляйте ждать Четыре порции равиоли Гороховое ризотто Моя работа – следить за процессом Всё должно быть чётко и ясно в любой момент Сегодня я прочувствовал накал в Тейблбэй Я с головой окунулся в работу Я сервировал, это было здорово Могу сказать, что самое приятное в Тейблбэй Чувствовать себя частью этой команды Но сейчас мой рабочий день окончен Пойду внутрь, чтобы выпить с ребятами Это всё Приготовлено в Африке День четвёртый, Тейблбэй Моё пребывание в Тейблбэй подошло к концу Но сейчас я буду готовить здесь для шеф-повара Далласа и его команды Хорошо, всё обдумав, я решил взять элементы того, что сервируют в Тейблбэй И подать их в своём стиле Принцесса Эмма Мы выйдем в море вот на этом судне Я смогу сервировать ребятам роскошный ланч По сути, сегодняшний ланч Это комбинация нескольких вещей, которые я там делал В Тейблбэй готовят прекрасное гороховое ризотто Мы завернём это ризотто в листья салата Айсберг Сверху положим начинку, которую обычно кладут в равиоли Завернём это в тесто фило И нальём к этому суп из омаров Вот и всё Салат красивого цвета Внешне листья имеют более насыщенный цвет Салат должен быть абсолютно сухим В противном случае тесто фило будет испорчено У нас получится небольшой свёрток А снаружи будут лангусты и суп из морепродуктов Давай приступим Обратно в море Это наш метод Это невероятно По собственному опыту я знаю, что на судне очень сложно готовить Хорошо, что мы приготовили всё это в отеле Пьём, ждём, а там всё готовится А теперь обслуживание Да, ребята Джозеф, салют Что я могу сказать, чтобы просуммировать несколько дней в Тейблбэй? Только то, что это был пятизвёздочный опыт Пятизвёздочный отель, пятизвёздочные люди, новые пятизвёздочные друзья Это кулинарное путешествие было призвано познакомить меня с тонкостями приготовления еды Но это стало чем-то большим Я встретил изумительных людей, которые любят кулинарию И не меньше меня Если таково начало, я, затаив дыхание, жду продолжения Ведущий Джастин Банелло Фильм переведён и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа» Субтитры создавал DimaTorzok